Всем привет дорогие друзья, любители колес. Сегодня у нас Кракен и его новый соперник Чирок. Но начнем мы немножко с конца, потому что этот ролик получился максимально спонтанный. В общем, наша задача в этом ролике была какая? У нас вот этот Кракен должен был кататься против вот того Чирка. Мы сейчас к нему попозже подойдем. Но! Все пошло максимально не по плану. И Макс опять ужалила какая-то пчела, и Макс помчался вперед паровоза на Кракене. Собственно, он утонул, и получилось так, что нам пришлось выковыривать Кракена из болота. Ну и из этого все вытекающее. В этом ролике будет Кракен, потом будет Сканя, и потом будет присутствовать танк. Так, давайте теперь немного вас посвящу, что это за автомобиль. Кракен. Эта машина сделана на базе рамы от Шишиги, от 66-й. Изначально на нем были мосты шишиговские, но в итоге они не выдержали всей нагрузки, не вывезли вот эти колеса и отхлебнули. Соответственно, машину пришлось переделывать. И что здесь было сделано? Как вы можете заметить, здесь самое основное, это колеса от трактора К-700. Здесь стоят мосты от КРАЗа, от лаптежника, причем мосты заваренные, передний и задний. Тракторное управление гидравлическое, дизельный мотор, 245-й. Кабины, как можете заметить, от 157-го зила. Коробка здесь также стоит от зила. И раздаточная коробка стоит от 157-го зила. Соответственно, вся эта конструкция может даже плавать за счет этих колес, но он плывет как топор, вниз мордой. Есть каркас безопасности, это на случай, если машина, не дай бог, перевернется. Что еще здесь интересного? Собственно, наверное, на этом все. То есть вот такая получилась машинка. Кстати, ролики с этой машиной есть у нас на канале, с этим зилком 157-м. Ну, почему 157-й зил, кабинет от него, значит он будет 157-й зил в глубокой модернизации. Ролики на канале есть, сначала в каком он был изначальном виде, потом что он с ним встал и что мы на нем пытались сделать. Вот здесь вот будут подсказки, вот и ссылочки будут в описании на него. Так, теперь идемте к самому главному, это к его сопернику. Это Гранд Чироке с мотором 5.2, Магнум. Здесь стоит стандартная коробка, автомат. В общем, по большей степени здесь все стоковое в плане силовой установки. Здесь самое интересное, это его мосты. Мосты здесь, это симбиоз УАЗовского моста и от МТЗ, не МТЗ, от трактора. Ну, у тебя познание больше же в тракторе, вот. Это маленький. Белорус это вот 82-й, да, МТЗ-82, большой. Это маленький, 320-й. Это мосты и задние, передние с 320-го. И внутрянка получается редуктор от УАЗа. Да, с военного моста. То есть, получается, тут редуктора только больше, чем на военном. Вояки там сколько, 7 сантиметров дают, а здесь смотри, какой портал большой. Ну, конечно, здесь потому что вояк бортовые зацеплены по внутренней части, а здесь по наружной, шестерни. То есть, по идее, вот Кракен должен был ездить... А ты ему название придумал, Чирпух? Нет. А то он название не придумал этому автомобилю. Значит, в комментариях вы давайте, ребята... Обзывайте его. Обзывайте, да, его. Как-нибудь назовите эту машину. Никита сейчас его обойдет, со всех сторон покажет. И у вас будет возможность дать название данному автомобилю. Так вот, хотели сделать батл. Кракен против No Name'а пока. У Кракена, получается, колеса К-700. Здесь низкого давления, болотные. Но, как я уже сказал вам ранее, все пошло максимально не по плану. И весь этот внеплан, вот он за Никитосом стоит. Всем привет, любители колеса! Соответственно, батл состоится. А, еще самое главное, на нем что отхлебнуло? Блок. Блоковый не двигателем, да, почему-то сдох. Вот. В этом и причина, почему он не поехал. Ну, так а что, причина, почему он не поехал, потому что вот этот сначала кончился. В общем, Макс в один день сломал две машины. Он сломал Кракена, а потом еще сломал этот. Сразу пошел куда-то, смотри. Сразу сходит. Что под тобой танк живет до сих пор. Не, он уже на гарантийный ремонт поедет на первую сейчас скоро. А что здесь не пошел? А у него проблемы с рулевой там, некоторые. Пока будет менять рулевой вал по гарантии. По гарантии, да? То есть, Волфроуд здесь ни при чем? Я думаю, что нет, конечно. В общем, в следующем ролике, когда и этот автомобиль починится, и этот станет на полноцену. Блоковый приехал, кстати. Блоковый приехал, вот. Значит, это будет не за горами. Соответственно, у нас задача прокатиться на этом по какому-то препятствию, потом за ним едет вот этот. А потом наоборот. То есть, мы хотим устроить такой битву вездеходов. Чирок против Кракена. Ну, а сейчас у вас будут кадры фейла этого дня. Что вообще приключилось? Почему этот сломался? Ну, этот просто не завелся, так что здесь как бы можно вставку сделать, что он просто стоит такой еще грустный. Что происходило с Кракеном? Потому что эвакуация была прям максимально необычной. У нас с фурами вообще в целом происходит очень мало моментов. Но здесь спасла его непосредственно фура. В общем, ладно. Наливайте чай, готовьте вкусняшки. Поехали. Ё-моё! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выходи, выходи к нам Начинается Ну я почти выехал, ты заметил? Ну чуть-чуть вставал Вот задние свалились как, уже поинтереснее пошло Да Ну почти Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, танк не смог, решили фуры дернуть с Каней... Такую ерунду я еще не видел... Кажется, есть вероятность, что сейчас с Каней либо встанет... Либо что-то вырвет... Сейчас там машина пройдет... Опа! Просто трос! Камеры, мотор, съемка! Поехали! Продолжение следует... Так, ну что, вроде выскочила... Насчет скании... Че, почти выехал, да? Почти! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ооо, все! Победа! Итог... Танк не смог... Да и, в принципе, он особо и не старался... Скания смогла... Кракен тоже не смог... Ну, вообще, была другая сюжетная линия... От слова совсем... Вообще все по-другому должно было быть сегодня... Он должен был быть... Баттлиться с этим... С вездеходом на базе Черка... То есть на огромных болотных колесах... На колесах низкого давления... В итоге... Максу что-то в голову стрельнул... Он сюда залетел... Провалился... И спасательная операция, грубо говоря... В весь ролик... Ну, вот... Как-то так получилось... Продолжение следует... Рidän прос doivent установить их... rations��겠습니다!